20 лет Ольга Григорьевна обивает пороги в попытке решить жизненно важную для себя проблему, возможность приватизировать квартиру. Личная встреча с Олегом Хромовым стала последней надеждой. Полный тупик. Я не могу ничего, просто сдвинуться с места не могу. И переселять не переселяют, и прописывать не дают. А приватизировать тоже. Почему? Все собрала, все заплатила, все. Отказ. Уже потом, уже когда все отдашь, документы, только потом дали. В отказе, что же причину какую-то? Ну вот причину, так как наши дома ветхие, понимаете, ветхие не положено. Домам уже 60 с хвостиком. Олег Хромов, который на этот раз ведет прием в качестве члена регионального полицовета партии «Единая Россия», признался. О проблеме Ольги Григорьевны не слышал, но постарается все выяснить и по возможности помочь. Я разберусь. Хорошо? Всего доброго. Для следующих посетительниц едва хватило стульев. Жительницы бывшего военного городка Петровская приехали с рядом проблем, касающихся поселка, который начинает жизнь в новом статусе. Затронули и дорожный вопрос. У нас один выезд из городка, на котором постоянно аварии случаются. Вот буквально вчера. Ну то есть там раз в три дня у нас постоянно кто-то там машину себе портит. Очень страшно. Есть возможность какая-то или указатель, или светофор, или что-то сделать. Выезд на Каширское шоссе давно имеет репутацию аварийного места, но так как проблема затрагивает территорию федерального значения, простого решения найти не получится. Хотя Олег Хромов отметил, что в решении данного вопроса поможет реконструкция Каширского шоссе, которая на одном из этапов затронет и выезд из городка Петровская. Тогда облегчится вообще заезд в городок. Он будет под мостовым соединением, и выезд будет также из под мостового соединения. Главное в решении любого вопроса, считает Олег Хромов, придерживаться законности. С некоторыми своими посетителями он давно знаком, знает и их проблемы. Но не всегда, к сожалению, даже в его власти помочь людям. Пенсионерка Зинаида Николаевна, отработав на куксогазовом заводе почти полувека, собственного жилья так и не получила. Сегодня живет в маленькой двушке с двумя взрослыми детьми и внуком. Получить жилье от администрации, объяснил глава района, возможно в этом конкретном случае, только если Зинаида Николаевна будет признана нуждающейся. Но и у взрослых детей существует обязанность перед родителями, заметил Олег Хромов. Не каждую проблему, безусловно, возможно решить, но для меня важно вникнуть и постараться найти иногда очень нетривиальное решение существующих вопросов, проблем, может быть и некоторых пожеланий. Потому что не все люди приходят с проблемами, но приходят с предложениями. Я бы хотел улучшить, например, вопросы транспортного обеспечения. С такими предложениями приходят люди, что не может, безусловно, не радовать. И мы пытаемся также из этих предложений составить уже свои планы и в дальнейшем их реализовывать. Всего в этот день было рассмотрено семь вопросов. Каждый посетитель получил ответ или обещание разобраться детально в своей проблеме. Татьяна Брылова, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok